Субтитры создавал DimaTorzok Арчи-женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. Субтитры создавал DimaTorzok Мудростью и жертвенностью преданной жены Выстлан путь процветания истинного короля. И чем ярче женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. Бессменной музой, хранительницей очага на протяжении десяти лет была для испанского и французского художника, скульптора, графика, театрального художника, керамиста и дизайнера Пабло Пикассо, его первая жена, русская балерина Ольга Хохлова. Именно она вдохновила художника на огромное количество шедевров и даже смогла уговорить его сменить вектор творчества с угловатых форм, присущих кубизму, на реалистические изображения. Ольга Хохлова родилась 17 июня 1891 года в украинском Нежине в семье полковника императорской армии Степана Васильевича Хохлова. С детства Ольга обучалась иностранным языкам, этикету, рукоделию и музыке, а после того, как увидела представление мадам Шрессонт во Франции, начала мечтать о том, чтобы связать свою жизнь с балетом. Суровый отец не одобрял увлечение дочери балетом, а вот мать девушки, Лидия, после переезда семьи в Киев, начала тайком возить Ольгу на занятия. При этом оба родителя были против того, чтобы она стала профессиональной танцовщицей. Мол, не гоже благородной девушке танцевать на сцене. Но Ольга была непоколебима и четко следовала к своей мечте. Она поступает в частную школу балета в Петербурге, несмотря на протесты родителей. Ольге повезло. Она попадает на курс к знаменитой преподавательнице Евгении Соколовой, которая обучала таких балерин, как Анна Павлова, Юлия Седова, Любовь Егорова. Хоть Ольга и начала учиться балету в достаточно взрослом возрасте, ей было 14 лет. Но благодаря своему упорству, труду, она смогла добиться результатов. В 1910 году Ольге представляется «Счастливый случай». Начинающая балерина знакомится с русским театральным художественным деятелем Сергеем Дягилевым. Тогда ему приходит идея создать постоянную труппу «Русские сезоны», и среди всех студентов школы Евгении Соколовой он выделил Ольгу Хохлову и пригласил ее стать частью его балетной антрепризы. В 1911 году Ольга Хохлова, ни разу не выступавшая на профессиональной сцене, покинула родину вместе с труппой и впоследствии вернулась обратно всего лишь раз. Ольга так и не стала примой, но за свое трудолюбие и усердие полюбилась Дягилеву и закрепилась в кардебалете. Они гастролируют по Европе, США. Ольга счастлива, ведь ее мечта выступать на сцене и стать балериной сбылась. В 1916 году часть артистов труппы отправилась на заработки в Южную Америку. А группы избранных, в числе которых была Ольга, осталась в Риме с Дягилевым. Как говорится, случайности не случайны. Так вот, цепь случайных событий подвела Ольгу Хохлову к судьбоносной встрече с ним. Своим будущим мужем Пабло Пикассо, тогда уже достаточно известным художником. Их знакомство состоялось в романтичном Риме в 1917 году. Он и она работали над постановкой балета «Парад». Пикассо участвовал в создании декораций. Художнику было 35 лет, а Ольге — 25. Многие его знакомые удивлялись тому, почему он увлекся именно этой балериной, которую называли бесцветной и заурядной. А Пикассо, впервые увидев Хохлову, воскликнул «Выглядите потрясающе». Однако его пыло, страсти и знаков внимания танцовщица поначалу не разделяла, так как она была целомудренной и не спешила отвечать на ухаживание страстного испанца. В свою очередь, Сергей Дягилев предупредил художника. «Осторожно! На русских девушках надо жениться!» После из Рима они отправились на гастроли в Испанию, где Пикассо представил избранницу своей матери. И ее реакция оказалась неожиданной. Женщина, посмотрев на молодую Ольгу, сказала ей следующие слова. «Бедная девочка, ты понятия не имеешь, на что обрекаешь себя. Я не думаю, что с моим сыном, который озабочен только собой, сможет быть счастлива хоть одна женщина». Ольга тогда не придала этому значения. Да и кто в состоянии первой влюбленности будет обращать внимание на высказывания окружающих, пусть даже матери избранника? Увы, но, к сожалению, она оказалась права. Только Ольга поняла это уже слишком поздно. Пабло настойчив, продолжает ухаживание. Ольга отвечает, но в параллель с романтическим состоянием она погружается в состояние тревожности, тревоги за свою семью. В тот момент в России произошла революция, и Ольга потеряла связь со своими родными. Она очень сильно переживает, но вернуться на родину нет возможности. В этот самый сложный для девушки период Пабло делает ей предложение, и Ольга говорит заветное «да». В июле 1918 года пара обвенчалась в православном соборе Александра Невского в Париже. После свадьбы Пабло Пикассо сказал, что он против того, чтобы его жена выходила на сцену. И Ольга, как примерная, любящая жена, не стала противиться мужу. Она оставила балет и больше никогда не выходила на сцену. Ольга полностью растворилась в муже и стала его музой, хранительницей домашнего очага. Молодожены заняли видное место в парижском обществе. После свадьбы они поселились в новой двухэтажной квартире. На втором Пикассо обустроил свою мастерскую. На первом этаже дома царили элегантность, безупречный стиль и идеальная чистота, уют, который создавала Ольга. Вместе со своей женой художник обрел новый социальный статус, светской персоны. Супруги проводили время в салонах и замках знатных господ. Однако, если внимательно посмотреть на портреты Хохловой того времени, трудно поверить, что это приносило ей настоящую радость. Справа Пикассо, который позирует с удовольствием на фоне этого портрета. И Ольга действительно жизнь Пикассо очень сильно меняет. Богемный гуляка в куртке, несколько неряшливый, специально подчеркивающий некоторую небрежность в собственном облике. Теперь Пикассо одет в костюм по моде. Он аккуратно причёсан, он держится уверенно в светском обществе. Можно сказать, что Ольга была проводником Пикассо не только в мир балета, но и в светские круги. И во многом взяла на себя построение сложной ткани, сложной сети взаимосвязей, которую теперь Пикассо включили в эту среду. Хотя их союз был заключён по любви, жизнь Ольги омрачалась вестями с родины, где шла гражданская война. Последний раз Хохлова побывала в России в 1915 году. После революции она на три года потеряла контакт с семьёй. Спустя время Ольга узнала, что её отец и брат примкнули к армии, а мать с сестрой перебрались в Грузию и живут в крайней бедности. Ольга погрузилась в печаль, грусть. Ведь она ничего не могла сделать для своих близких людей, которых любила всем своим сердцем. Этот период в творчестве Пабло Пикассо был озаглавлен как меланхолия. Картины тех лет навевают грусть. Его любимая жена на них полностью погружена в себя. В её взгляде читаются задумчивость и тревога. Так продолжалось вплоть до 1921 года. Тогда в семье Пикассо происходит знаменательное событие. У пары рождается долгожданный ребёнок, сын Пауло. С этого момента Ольга всю себя отдала материнству. А Пабло, вдохновившись рождением первенца, открывает новую страницу в своём творчестве и новое направление монументализм. И всё благодаря его музе, теперь уже законной супруге Ольге Хохловой. Этот период стал одним из самых счастливых в жизни Ольги. Почти всё время она проводила с сыном. На фотографиях, которые сохранились, Хохлова выглядит радостной и беззаботной. Играет с ребёнком, много улыбается. Однако, проблемы никуда не делись. Ольга вновь узнаёт печальные вести о своей семье. Её отец и братья погибли. Мать перенесла сердечный приступ и находится на грани нервного срыва. Ольга тоскует, но вырваться в Россию никак не получается. На фоне её постоянных тревог за родных, брак даёт трещину. В 1925 году в работах художника завершается период классической красоты, который ещё называли периодом Ольги. В следующие 10 лет её образ претерпевает пугающие превращения. На картине «Большая обнажённая в кресле» 1929 года перед нами уже не античная красавица или задумчивая муза, а чудовище, отталкивающая бесформенная фигура. В ней больше страдания, чем любви. Даже трудно представить, насколько тяжело было Хохловый видеть подобные образы, написанные любимым мужем. Смотрите на то, насколько разная она. Есть чувственные картины 60-х, прекрасные картины. А тут она выглядит как труп, как мёртвое тело, никакой сексуальности. Несмотря на то, что она обнажена, вы можете увидеть её грудь, половые органы, всю женскую натуру. Но это непривлекательно. Пикассо в этот конкретный момент крайне конфликтен. Нельзя просто сказать, о, вот он теперь любит вон ту девушку и перестал любить Ольгу. Я считаю, что он был полностью одержим Ольгой, хотя она и не привлекала его сексуально. Она же была матерью его ребёнка. Она всегда была в его мыслях. После того, как мать Ольги умирает, она прекращает все контакты с другими родственниками. Ей очень тяжело. В тот момент отношения с мужем начинают ухудшаться. Пабло надоедает семейные жизни, и он заводит молодую любовницу. Натурщицу Марию Терезу Вольтер, которая стала его новой музой. Когда Ольга узнала об измене мужа, она устраивала сцены ревности, но это было уже бесполезно, потому что муж утратил к ней интерес. Он уже не скрывал, что презирает её, и она его раздражает. Несмотря на всё это, Ольга продолжает его любить и жить в их квартире. Он женат на одной, а встречается с другой и так шесть лет, пока его новая муза не родила ему дочь. Официально Пикассо с Ольгой не развёлся, а причина в том, что он не хотел делить с ней совместно нажитое имущество. Однако отношения между супругами были окончательно закончены. Позже, объясняя причины их расставания, художник сказал следующие слова. «Она слишком многого от меня хотела. Это был наихудший период в моей жизни». Насколько я знаю, многие друзья Пикассо были, мягко говоря, не в восторге от Ольги Хохловой. Могло ли это как-то повлиять на их отношения? Да, мне кажется, то, что вы упомянули об этом, очень важно, но ситуация в целом куда сложнее. Это лишь одна из причин, по которой мы организовали эту выставку. Не для того, чтобы представить величественный образ Ольги. Она была такой же женщиной, как и все остальные. Она была женой. Никакой жене не будут приятны другие отношения мужа. Мы пытаемся передать историю, рассказанную друзьями Пикассо и историками после Второй мировой войны. Ольги не было на картинах в течение 10 лет. Очевидно, последующие жены и друзья Пикассо ничего о ней не говорили. Здесь мы видим Ольгу в промежутке между 1920-ми и 1930-ми, когда у них была невероятная жизнь, самое ее начало. Конец, конечно, был гораздо более сложным. Пикассо Ольга берет сына и уезжает с ним на юг Франции. Она осталась одна, так как все их общие друзья от нее отвернулись, сказав, что Ольга слишком истеричная, и это она во всем виновата. Ее постоянная ревность разрушила их брак. Да еще обвинили в том, что она никогда не любила творчество знаменитого Пабло Пикассо. После просачивалась информация, что Ольга очень страдает и у нее произошло помутнение рассудка. Полностью посвятив себя семье, она так и не научилась жить самостоятельной жизнью. Она привыкла жить во имя любимого мужа. Пабло навсегда остался для нее единственным мужчиной. Несчастная жена повсюду преследует его. И когда видит Пикассо на улице, начинает выкрикивать разные ругательства. Она присылала ему десятки писем с фотографиями сына. Его это с каждым днем раздражало все больше и больше. И он начинал ей мстить, вымещая всю свою злость на полотнах своих картин. Ольга на них превращалась в Мегеру со скаженными чертами лица. Монстра! Но самым страшным для нее было предательство сына. ее любимого Пауля, которого она обожала, боготворила и окружала чрезмерной опекой и любовью. Сын сблизился с отцом, так как у него были деньги, и стал отдаляться от своей матери. Она была очень одинока. И все, что у нее было от прежней жизни, сундук с костюмами, письмами и фотографиями, которые она постоянно рассматривала и жила воспоминаниями о счастливом прошлом. 1953 год для Ольги стал серьезным испытанием. Она узнала, что серьезно больна. У нее выявили рак. Состояние женщины ухудшалось с каждым днем. Последние месяцы своей жизни она провела в больнице. Ольга всегда думала о Пабло и писала ему письма, в которых просила о встрече. Она передавала свернутые конверты через знакомых, но ответа не было. Он не приехал к больной жене ни разу. Все знакомые тоже отвернулись. Даже сын Пауль, попавший под влияние отца, не приехал к родной матери. В конце жизни у больной и одинокой Хохловой рядом осталась лишь внучка Марина. Она писала, что, когда бабушка заболела, Пауль продолжал ее игнорировать, так как боялся гнева своего отца. Ольга Хохлова умерла от рака 11 февраля 1955 года в возрасте 64 лет. Пабло Пикассо не приехал даже на ее похороны. Он о ней не вспоминал. А Ольга до последнего дня ждала встречи с бывшим мужем, единственной любовью своей жизни. Пикассо однажды сказал, «Каждый раз, когда я меняю женщину, я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом, я от них избавляюсь. Это, возможно, и возвращает мне молодость». Так он и поступил со своей первой женой Ольгой Хохловой, которая любила его и была верна на протяжении всей своей жизни. Моя бабушка Ольга останется для меня идеалом бабушки, чем-то вроде волшебницы, обладавшей даром сглаживать все трудности, приручать демонов, обривавших мать, поддерживать авторитет отца, внести тихую гармонию. Мы любили запах ее духов, ее мелодичный акцент, изящество движений, ласковые, заботливые глаза и уважение к другим. Позже, когда мы приходили навестить ее в клинике, она говорила, что он был очень большим художником и настанет день, когда мы сможем стать такими же большими, как и он. У нее был ответ на все жизненные почему. И дальше она просто буквально обращается к ее обидчикам на гнусные жабы, оплевавшие Ольгу Хохлову. А знаете, что в конце жизни с парализованными после перенесенного инсульта ногами она не захотела, чтобы ее возили в кресле каталки? Кресло каталка самое страшное наказание для танцовщицы, худшее заскорбление. А чтобы ног не было видно, прикрывала их норковым мантом. В память о тех прекрасных днях, когда я любил Пикассо. Русская балерина Ольга Хохлова навсегда останется той единственной женщиной, которой художник посвятил наибольшее количество картин и ради которой даже сменил направление творчества. Ольга Хохлова прожила непростую жизнь с Пикассо, полную взлетов и падений, любви и пресыщения, ненависти и одиночества. Мудростью и жертвенностью преданной жены выслан путь процветания истинного короля. И чем ярче женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. В человеческих судьбах есть знаки, которые указывают на жертвенность и самоотверженность. Это в полной мере видно на примере нашей героини. А при определенных расчетах, выполненных по авторским методикам ведущих мировых нумерологов Айрон и Джулипо, можно легко вычислить свою предрасположенность к жизни во имя другого человека. Если вам интересно знать, почему вы зависите от определенных людей или обстоятельств и как этого избежать, сохранив свои энергосилы, записывайтесь на обучение в Международную Академию Нумерологии Альвасар. Академия 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 и дальше рассказывать о тех женщинах, чье присутствие рядом сделало их мужчин великими в рамках проекта «Тень короля». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok